Шесть доверху заполненных контейнеров и большая куча твердых бытовых отходов рядом. Здесь и покрышки, и ветви деревьев, пластиковые бутылки и многое другое. Жильцы и вовсе опасаются, что скоро эти отходы перекроют дорогу. Грешат и на ЖЭУ, и на компанию оператора-перевозчика. Говорят, что мусор не убирали около двух недель. Вот только миф этот развеяли сами сотрудники. Они как раз и прибыли убрать весь скопившийся мусор. От интервью мужчины отказались. Контейнеры мы вывозим через день, а там вывозим ежедневно. Там не контейнеры переполнены, там территория муниципальная. Там частный сектор сносит, сделали помойку. Мы за этот частный сектор, за эту помойку не отвечаем. Мусор на территорию рядом исправно продолжают выбрасывать. Причина, говорит Владимир Андронов, это частный сектор вокруг. На всю эту территорию только одна контейнерная площадка. Вот весь мусор сюда и несут. И местные жители с этим согласны. Эта помойка, вот эти вот, вот, вот дом какой здоровый. Наш вон частный дом мой, тоже там. И эти ходят, ну, опять наша улица. И отсюда, даже вот с этого десятого этажа, тоже сюда прут. Местные жители добавили, что за вывоз отходов жильцы частного сектора не платят. И обязать их делать это не получится. Дело в том, что наша контейнерная площадка для жителей дома 68-22, она находится, должна находиться по проекту внутри двора. Вот, а ее в свое время жители убрали и вынесли контейнеры туда, мы опять поставили, они опять туда их вынесли. То есть, они их вынесли до муниципальной территории. Вот эти контейнеры сейчас стоят на муниципальной территории. Ситуация с вывозом твердых бытовых отходов должна была измениться с 1 января 2019 года. Тогда в силу вступила так называемая мусорная реформа. Согласно ей, вывозам, обработкой, отбором твердых бытовых отходов и так далее, в каждом регионе будет заниматься всего один оператор. В Рязани выиграла компания «Экопронск». В настоящий момент она объявила три тендера на вывоз мусора во всех городах и районах города. Размещены они на портале госзакупок. Начальная цена самого крупного аукциона – 1 миллиард 65 миллионов рублей. Она касается транспортировки отходов в Рязани, Скопине, Захаровском, Милославском, Михайловском, Пронском, Рыбновском, Рязанском, Скопинском районах. Торги по Касимову, Сасову, Ермешинскому, Кадамскому, Касимовскому, Клепиковскому, Петелинскому, Сасовскому и Шацкому районам начнутся с суммы в 141,5 миллионов рублей. За вывоз мусора в Александроневском, Кораблинском, Путятинском, Оряжском, Сапожсковском, Сараевском, Спасском, Строжиловском, Ухоловском, Шиловском и Чучковском районах компания готова заплатить до 133 миллионов рублей. Аукционы пройдут 20 мая. Контракты будут рассчитаны на год с момента утверждения единого тарифа на услуги оператора. Время покажет, как новая система будет работать.